Лаша Шавдодашвили победитель турнира мировой серии Большого Шлема в Париже И на самом деле этот дзюдоист праздновал около недели назад свое 30-летие Казалось бы, не ожидаешь увидеть его на крупном турнире Он приезжает, показывает нереальную форму, как в свои 20 лет И забирает золото парижского Большого Шлема Друзья, делает это в очень уверенном стиле В очень прекрасной форме находится сейчас грузинский легендарный чемпион Я вам напоминаю, что Лаша Шавдодашвили Это олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Дважды призер Олимпиады и просто человек-легенда Это самый титулованный спортсмен на постсоветском пространстве Из такой маленькой страны, как Грузия Ну а я предлагаю вам посмотреть обзор его поединков на этом турнире И второй раунд против дзюдоиста из Бразилии И как вы видите, очень активен был Лаша в этом моменте Он делает бросок через спину с колен Дальше удерживает своего оппонента и зарабатывает и пон Это четверть финал против француза Габа, которого тепло поддерживали свои трибуны, родная публика Каждое движение техническое француза Трибуны сопровождали аплодисментами Очень теплая атмосфера здесь на Кур-Рене Ну, Лаша Шавдодашвили был очень активен Здесь он провел свой коронный зацеп Судья дал сначала оценку Вазари Затем она была отменена Пожалуйста, поставьте лайк этому видео Этому чемпиону Он пополнил коллекцию своих медалей Очередным золотом На этот раз это золото парижского большого шлема Что хочется сказать, это то, что Вызывает уважение и мотивирует молодых Такой дзюдоист как Лаша Шавдодашвили На своем примере он достиг всего в этом спорте Можно уже спокойно заканчивать карьеру Но нет, он не останавливается Это первые его старты в этом году И я думаю, он еще может уверенно бороться много лет На высоком уровне Один год, как минимум Возможно, мы увидим его на чемпионате мира 2022 Который пройдет в Ташкенте И вот этот момент, когда Лаша заработает оценку Вот здесь вот он Отлично законтролировал руку оппонента Перевел на Вазаре И этого хватило ему, чтобы выйти в полуфинал И его ждал Ахадов Шахрам из Узбекистана Который занял пятое место на этом турнире Это полуфинальная встреча Обратите внимание на то, как активно грузинский чудоист Лаша Шадуташвили ее начал Очень агрессивный, активно Сразу пошла Кумиката, борьба за захват Шахрам Подхватчик Это сразу видно в его стиле Здесь Лаша пытался провести свою коронную спину Одну из коронных, если быть точнее И путем дисквалификации соперника By default, как говорится на английском Лаша Шадуташвили проходит узбекского спортсмена И выходит в финал, где его ждал Чемпион мира и опытный японец Сверхтехничный Хашимото Суичи Забегая наперед, хочу сказать, что Хашимото Лаша смог превзойти Именно тактически, что немаловажно Это практически невозможно Превзойти японца именно по тактике И посмотрите с первых секунд, как активно пошел Лаша Как будто он молодой, голодный до победы Но так и есть, он голодный до победы И он летит вперед И даже решил ударить японца в лицо Конечно же, не специально Но посмотрите, как активно разрывает захват Заходит на броски Не отпуская захвата Даже в этом моменте он провел бросок на япону Конечно же, он не засчитывается Это было после команды Мате И вот здесь, на разрыве захвата Сначала его отрывает Хашимото Затем Лаша И по новым правилам, если после разрыва захвата Вы не атакуете, вы получаете шидо И Хашимото получил третий шидо А грузинский тигр Лаша Швидоташвили Стал чемпионом парижского большого шлема Я думаю, этой медали не хватало Его внушительной коллекции Давайте его поздравим, друзья Всем спасибо за просмотр Спасибо за просмотр!